Всем привет! Меня зовут Руслан. Сегодня я буду вам рассказывать про Elasticsearch. В целом это будет небольшой такой introduction, но пройдемся, постараемся пройтись по очень своему функции и возможности. Так вот, Elasticsearch ему в принципе всего 5 лет. Этой технологии всего 5 лет в принципе не так много, учитывая, что это open-source технология, и буквально в прошлом году получил инвестиции в 70 миллионов. Для каждого есть шанс. Можешь начать что-то на GitHub и заработать 70 миллионов. Так вот, пройдемся немножко просто по функциям, а то для этой сайта ничего такого космического нет. Это в принципе база данных. То есть это full-text база данных, в которую можно записывать данные в real-time, также в real-time получать информацию. Она очень легко масштабируется. Есть классные функции. В принципе, сам кластер знает, какие ноды зафейлились, если он их исключает. Вам можно даже об этом сказать или не сказать. Также можно хранить любое количество индексов. Просто офигенная фишечка. В SQL тоже можете хранить много таблиц и баз данных. Но суть в том, что вы можете иметь разные индексы и делать один запрос сразу на все эти индексы. Далее. Ну, то, что я уже сказал, это full-text search. Это не новое, но круто. Об этом мы поговорим немножко позже. База документоориентированная. То есть мы храним в ней JSON-документы. Кто знает MongoDB, для тех это тоже ничего не новость. Схема free. То есть, в общем-то, можно взять любой документ, засунуть его в last-search, он его поймет. Но это не самый лучший вообще вариант, как это лучше делать. Конфликт-менеджмент, да, он просто умеет. То есть, если два процесса вдруг редактируют один документ, то, в общем-то, один обломается. RESTful API? Я думаю, поднимите руку, кто знает вообще RESTful API, тоже слышим про это что-то. Да, так что я про это не буду рассказывать. RESTful API? RESTful API? Он сохраняет каждую операцию, да. То есть, если у вас несколько нод, он пишет, то хотя бы две ноды что-то сохранят, и вы будете хотя бы уверены, что где-то эта информация не потеряется. Это open-source, как я сказал, самая, в общем-то, почти широкая лицензия в Apache 2. Вы можете портнуть себе код, исправить все, что нам хочется. Вам хочется, можете его попытаться задать обратно, не обломаться, и всё. Всё, на этом всё и закончится. Он у нас настроен на Apache Lucene. То есть, если кто-то знает, что такое Apache Lucene, то ему будет легче. Итак, кто его использует? Это будет не весь список, это я просто буквально за пять минут собрал каких-то ярких представителей, или не очень ярких. Первый яркий представитель — это я. Так вот я выглядел буквально, когда пришёл в очках. Но на самом деле это всё просто полоска просто. То есть, слева мы выбираем, например, Foursquare, WordPress, SoundCloud, Guardian, CNA, Cnetflix. Это просто те, которых я вот так просто взял и узнал, что они используют. Я думаю, GitHub знают все. То есть, может быть, не все знают, что когда вы пытаетесь что-то там найти, поискать, отфильтровать, вы это делаете через Elasticsearch. Stack Overflow — я думаю, многие, ну, как минимум, наверное, многие, если у вас были какие-то проблемы, пытались нам что-то спросить, может быть, даже получали ответы. Mozilla, Flickr и CERN. То есть, ребята в CERN, ориентированные на науку, тоже, в общем-то, используют Lasticsearch. То есть, у вас у всех есть inspiration. Да, но это только реально маленькая часть. Ну, маленькая. Ну, и в его жизни у нас есть 70 миллионов, если это только то, что ты использовал. Поговорим про вот этого котика-октопуса. На самом деле, пройдёмся просто по функтам. То есть, кто помнит, в Lasticsearch есть просто поиск. Поиск, когда вы написали что-нибудь, вы получили ответ. Это как-то не структурированный поиск. Просто вы спросили, вам ответили. А Lastic это умеет. Структурированный поиск — это когда в боку собираются данные, как Java, Ruby, вы можете выбирать каждый из них, и он уже будет конкретно выдавать вам ответы на фильтрацию формально. Enrichment — это такая фишка. Многие наверняка, кто там пишут код, вам там говорят, не знаю, ваши продуктованные. Ребята, то, что текст написали, вы должны в тексте его подсветить. На самом деле, Lastic это может сделать за вас и отдать вам уже там обрамлённые в спаны данные, чтобы не надо было там сильно париться. У вас данных даже этого не было. Сортировка — удивительно. Pagination — ещё больше удивительно. И агрегация. Агрегация — это такая очень интересная штука и, в общем-то, одна из самых мощных в Lastic Search вообще функций, которые есть. Ну, одна есть. То есть это по каким-то термам, рейнджам, циферкам, возможно, даже гео. Вы можете агрегировать данные. Он делает это очень быстро. Ну, Suggestion — это вот тоже моя любимая тема, потому что я как раз сейчас занимаюсь на работе внедрения. Это Suggestion. То есть вы пишете букву D и получаете сразу Suggestion. То есть Lastic Search это делает очень быстро. 10 секунд. Schema-free. Rise.json, что я уже рассказал. Open-source. Вы можете скачать исходник, исходник. Просто его запустить у вас. Ого, чудо. Lastic Search будет работать. Описано на Java. Кто знает Java, вам повезло. У вас есть возможность contribute-ить. Самый важный вопрос сегодня. На самом деле, просто хотел сначала поинтересоваться. Кто вообще что-то слышал про Lastic Search? Ну, до того, как я раньше рассказывал. Пару человек у тебя. Окей. У кого Lastic Search вообще используется в продакшене? То есть на реальных системах? В Вадюшин? Нет? Я глобал. Рядом, да? Напротив. Я понял. Окей. Ну, хорошо. Интересно. Итак, самый главный вопрос. Кто заказал себе Exploding Kittens? Я заказал чем-то. А кто-то вообще слышал про Exploding Kittens? Слышали? Ого. Ну, я один из них заказал. Буквально вот на то время, когда я начал делать презентацию, это было сегодня, полчаса назад, там уже было 195 тысяч человек, которые, так сказать, помогли людям заработать много миллионов, 7-8 миллионов из 10 тысяч. Ну, я просто так про это рассказывал, на самом деле, потому что они тоже используют Lastic Search. Они используют его для поиска, для удобных штучек, для интригаций и так далее. Так вот. Вы, кстати, можете еще успеть, наверное. Итак, давайте поговорим про возможности Lastic Search. Их, на самом деле, очень много. Первое. Ну, на самом деле, это просто так. Сверху-вниз. Даже не сами возможности. Просто перешли. То есть, можете хранить схему lessDone. То есть, у вас есть такая возможность. Шмите. Или можете создать схему для ваших данных. То есть, это вообще самый лучший вариант, потому что вы тогда точно знаете, какие данные будут реально там храниться. То есть, и вдруг не произойдет так, что сначала Lastic подумает, что вы ей дали Integer, а потом вы пытаетесь впихнуть туда какой-нибудь стрим. Вы можете управлять вашей записью record-by-record. Или использовать мультидокументные update. То есть, можно сразу сказать 1 в 10 документов. Удивительные возможности. Можете фильтровать и делать запросы. Если вы DevOps, у него есть API для того, чтобы мониторить классы, данные. То есть, тоже вам поможет. Ну, и Full Text Search. Я уже пару раз сказал. Ну, в общем-то, все. На этом можно закончить. Но нет. Мы говорим про конкретно некоторые фичи, которые реально классные. В чем вообще фишка? Auto-completion. Я один из тех людей, кто, может быть, пару лет еще назад делал auto-completion вот так. Кто-то еще так делал? Я хоть меня один. Остальные просто не признаются. То есть, вот это вообще офигенно. Окей, сделать auto-completion. Вам нужно найти что-то на D нашли. Почему нет? Одна тысяча записей. Ты 걍, ты бы, вино и все. Полмиллиона можно плавить. Хотя, те, люди, которые понимают, что тут написано скажут... Если надо всех петчить, то для всех петчить. Они туда не влезут, просто туда не влезут. На самом деле правдивы были раньше. Проверим. То есть ты лимит не ставил? Что? Ты лимит не ставил? Нет. Я заделал. Самые правые ставят. И потом режут на PHP. Ну 20 миллионов, тогда вау. Но суть автокомплита в эластике, я вам скажу так, он вообще с этим очень легко справляется. Серьезно? А почему бы нет? Все зависит от вашего, так сказать, рама. Суть в том, что автокомплит, он строит просто грамм красиво. Прямо как здесь. Слова «hotel», «Mariot». Взяли ваши все чудные слова, данные, загрузили в память и работают мгновенно. Ну, в принципе, вы можете сделать даже, я не знаю, даже на PHP, на моде написать такое. В ней работают, правда. Но есть еще такие бонусы, которые уже помогают делать автокомплитшен хорошим. Если вы пользовались Booking.com, например, вы можете написать там по-разному. «Hotel Marriott», «Mariot Hotel», он его подскажет только потому, что у него эти автокомплитшены загружены. И вручную, ну, вручную программу, конечно, но он знает, что вы можете загрузить разные вариации. И он будет на них реагировать идеально. То есть multiple inputs – это имеется в виду, что вы можете на одну и ту же запись сказать, что вам делать автокомплитшен по вот этим вот разным импутам. «Hotel Marriott», «Mariot Hotel», «Mariot Hotel», «Mariot не Hotel» и так далее. А вот Output он получать будет один, какой-то красивый, там, офигенный, как бизнес написал, три строки и так далее. Дальше Scoring. То есть ни для кого не секрет, что те автокомплитшены, которые вы видите, это не то, что решила база данных вам показать. Это то, что вам реально хотят впарить. Об этом, кстати, я тоже потом расскажу. «Payload» – в принципе, с любым ответом вы можете получать какие-то данные, например, картиночку, логотипчик, еще какую-то информацию. В принципе, все автокомплитшены. И хоть ты вытаскиваешь все из памяти, я немного не знаю. Ну, понятно, что можно делать синонимы. То есть есть слова, у которых есть свои синонимы. То есть это очень удобно. Игнорирование стоп-слов, типа там, «z», «a» и так далее. То есть если у вас в графе посередине буквы «a», то, наверное, поверьте, не каждый ваш пользователь знает настолько классно ваш язык, чтобы написать со всеми артиклями правильный автосюгершн. Когда он не получает автосюгершн, ну, вначале. В «fuzi» можно настраивать уровень, типа «h», то есть если человек перепутал буквы местами. То есть это очень удобно. Но тоже с этим злоупотреблять нельзя, потому что иногда такой фокар получается. Ну и статистику собирать. Ну вот, это просто пример, как добавить туда документ. Просто. «NameCity», «nameSuggest», «link» — это уже как бы готовый документ, но у него есть определенный маппинг, который мне скажет, что для nameSuggest это на самом деле auto-completion-маппинг, а «h», у которого вес ниже 10, то оно останется ниже, и это будет выше. И все. «Facute Navigation» — интересная такая фича, я думаю, с ней сталкивались все, но многие даже, ну… Кто вообще знает, что это «facute Navigation»? Отлично. Кто попытался это сделать на своем проекте? У вас получилось? Вот так вот, да? Повесится точно. Особенно, когда у вас очень много чего можно переключать, да. А если ваши подготовлены решат, что вам нужно сделать еще «facette» в «facette», или типа «зависимые» внутри «score», внешне «send» печать. Ну, в общем, суть такая, что «facette Navigation» — это агрегация по какому-то полю среди всех данных. То есть, например, мы здесь агрегируем по «computable brands», например, и получаем, что это «universal» столько тысяч документов, «facette» столько. То есть, в общем-то, он просто это говорит. Он говорит это там по миллисекунды, не знаю, за 10 миллионов данных. В зависимости от количества нод, ну, окей, у нас суперсложные агрегации, например, на 3 миллиона данных с 5 нодами занимает, ну, 30-40 миллионов. То есть, ну, и это нужно понимать, что у нас агрегации глобальные и всякие. Очень намудрено. В общем, короче, «facette» они быстро работают. Как они вообще работают? Представим, что вот эти вот квадратики — это все ваши документы, которые у вас есть. Да, то есть, это документы, которые принят разные данные внутри, да. Вы делаете на них какой-то запрос и говорите, что верните мне вот, не знаю, агрегацию по бренду, да. То есть, у вас есть поле «бренд», в котором перечислены разные бренды. Верни нам агрегацию по бренду. В этом же запросе. Все происходит в одном даже запросе. Вы говорите, верни мне агрегацию, не знаю, по объему рам. Верни мне агрегацию по объему, там, еще чему-то важному. Он возвращает, но он строит такие вот ведерки. То есть, ведро серое. Он строит такие ведры и складывает в них ваши данные, которые он нашел. То есть, получается, что вот эта агрегация для бренда, эта агрегация для рамы, это еще чего-то. И он по нему сразу говорит результаты. Сколько чего? То есть, брендов там 123 каких-то там, 244 еще чего-то и 545 еще чего-то. То есть, это все происходит очень быстро и вот так вот, там, задние легкие запросы. То есть, если посмотреть на это еще раз, вот это какой-то наш местный магазин, я даже не помню какой, но я не уверен, что они используют агрегацию, а не MySQL. Это по центру Amazon, они точно используют агрегацию. Да, и слева, честно тоже не помню что, но очень похоже, что они используют агрегацию, потому что именно там слева, когда я кликал, я в них баги зашел. А, кстати, самое важное. Суть вообще агрегации ведь в том, что, вот я их, кстати, не показал, это не просто какой-то там выбор чего-то, агрегация, это все фигня. А посетед навигейшн, это то, что позволяет как бы вашим продуктам, позволяет вашему клиенту идти внутрь по данным до тех пор, пока у него не останется какой-нибудь один результат. Самая основная суть, чтобы не получить то ли результат. То есть, как только вы выберете, например, ForApple, все остальные должны будут обновиться. И тогда вы кликните куда-то уже ForApple останется, iPad mini, iPad 2, Universal куда-то улетит. То есть, это как бы фильтрация уже внутри данных, которые Lasticsearch позволяет делать, и делает это, ну, великолепно. Да. Просто еще один API, такой быстрый, маленький, прям как... Snapshot и restore. То есть, на самом деле Lasticsearch буквально не так давно вообще получил возможность сделать backup. То есть, раньше backup это loop game. Сейчас это две команды. Одна команда на Snapshot, типа, сделай мне backup. Вторая — restore, когда у вас backup, сделай мне restore, и все. То есть, прям вот как... Я вот специально этот лог взял. Красивый. Percolate API. Надо... Вас не должно смущать название. Смучно. Но... Суть этого API — это запрос в обратную сторону. То есть, все привыкли делать запросы и получать ответы. А тут вы сохраняете запросы, а в ответ будете получать... Ну, в смысле, вы сохраняете запросы, отдаете туда какой-то документ, и он вам уже вернет, какие запросы на это замачивались. То есть, ну, можно представить, что... Если вам нужно сделать 10 тысяч запросов с разными критериями, вы можете их сохранить, отдать документ, и он мгновенно вам даст ответ, что из этого реально замачивалось, а не делать 10 тысяч запросов. Да, давайте представим какой-нибудь интересный use case. Все мы заказывали билеты на всяких там, наверное, сайтах, если бы он куда-то летал, а-ля найти самую дешевую цену. Некоторые самые ушлые, челкие сайты, они дают вам возможность не купить сразу билеты. То есть, на самом деле, даже не надо так делать. То есть, вы находите билет, вас не устраивает цена, но есть кнопочка. Скажи, когда цена будет меньше. Вот. Таких людей будет очень много. То есть, не один человек, как бы, будет делать запрос, сказать, что хочу дешевле. То есть, я тоже делал, я вам один день на сотни тысяч. Вот если бы сохранялась просто информация, кто хочет это получить, и потом вытаскивать этих людей, искать по базе, то это реально было бы долго. То есть, можно просто взять запрос, который вы уже сделали, сохранить его, а дальше, когда поступают данные, то есть, поступают данные, там, билеты, например, с такой-то датой по такой-то, такой-то рейс стоит, например, там, не знаю, 450 евро вместо 500. Вы, как бы, поставили, что хочу дешевле. То есть, получили один документ, спросили эластику, на кого вообще этот документ распространяется. Получили ответ, что вот, у вас там есть 1500 классных базе Кубкинов, которые захотели дешевле. Вы сразу их взяли и отправили ММЛ. То есть, они наоборот. То есть, если хорошо вдумываться, это очень крутая фича, которую можно использовать в очень многих проектах. То есть, у вас есть любые notification для ваших пользователей. По каким-то критериям, пожалуйста, не делайте это наоборот. Используйте нужные технологии, которые вам помогут это сделать легко и просто. Да, то есть, просто взяли данные и замачили какие-то записи. Этот API, он возвращает в обратную сторону не только запрос, он может возвращать все, что вы попросите. Вы можете ему там сохранить email сразу пользователя, можете сохранить имя, фамилию, там, все что угодно, чтобы мгновенно отреагировать на то, что он вернул. Ну, выглядит, определительно, так. То есть, вы в свой индекс сохраняете запрос. Вот это вот запрос, да, типа, query, match, message. Это говорит о том, что если в поле message будет bonsai 3, он вам его вернет. Вот пример, что, типа, мы спрашиваем этот индекс, говорим, вот новый документ, который у нас появился. Офис куда-то притащил новое bonsai дерево. И в ответ мы получаем, опа, один документ. То есть, что-то бы здесь было более важно, если бы мне слайды позволяли, было бы больше. Но все в том, что он просто возвращает вот такой красивый документ. Он вам сразу говорит, сколько времени это заняло. 15 миллисекунд. Ну, такой супер-медленный комп. Да. Сколько было шартов, то есть это кусочков данных, сколько из них застрелилось, сколько результатов вернулось. То есть, вообще очень классно было. Еще одно API. More like this. По названию оно уже, в принципе, говорит найти что-то похожее на то, что у вас уже есть. Представим, что у вас уже есть вот такая вот картинка жующего, смешного чувака. Вы говорите, у меня уже есть вот такой вот мем. Ну, это образы, на самом деле. Картинка, там должен быть свой документ. У вас есть такой мем, на идее похожее. Он такой, как насчет этого. То есть, он говорит, похоже, плюс-минус. Ну, вот. И, в принципе, с документами то же самое. Если вы видите на разных сайтах, что у вас есть, типа, покажи, там, more like this машинки или more like this продукты. Эта эластика тоже делает очень быстро. Вот одним легким движением ваших пальцев по клавиатуре вы получаете классный ответ. Для DevOps, если здесь есть DevOps или админы, которые вы хотели поставить себе Elasticsearch, я хочу рассказать, насколько он легко расш масштабируется. На самом деле, для всех подойдет. То есть, он поддерживает масштабирование, репликации, у него нет single point of fail, может разделять данные логически по машинам, по нодам, как вам хочется. Работает это очень интересно и просто. Исключительно подводные камни. Но суть такая. У вас есть одна нода, ваш проект только развивается, у вас есть ордеры, у вас есть продукты, у ордеров есть 4 шарда, продукты в 2 шарда. Шард – это какой-то логический кусок данных. То есть, если у вас, не знаю, тысяча записей, 4 шарда – это говорит о том, что по 250 будет на каждом шарде. Ну, в продукте такая же фигня. То есть, вы говорите, что вы настраиваете весь синтекс, свой через REST, как мы говорили, и посылаете запросики простые. И вы говорите, что для ордеров я хочу, чтобы было 4 шарда, и количество реплик одна. То есть, каждый шар должен быть хотя бы один раз еще где-то находиться. Пока у вас одна нода – это самая бесполезная опция. С продуктами количество шардов 2, и вам пофигу, если они потеряются. Еще очень странно. Итак, у вас проект растет, развивается, появляется больше данных. Первое, что вас должно заботить – это надежность. Производительность, надежность. То есть, вы добавляете вторую ноду. Если вспомнить те настройки, там было сказано, что нам нужно иметь для ордеров хотя бы одну реплику, и, как видно, одна зелененькая, одна беленькая, он их как бы перенесет. Причем фишка в том, что все, что вам нужно будет сделать с нода – это просто ее добавить в первый тип настроенный кластер. Elastic Search сам скопирует. Он сам поймет, что нужно сделать, сам куда это скопировать. Клиент, который с этим общается, он уже, в принципе, будет делать запросы на две ноды. И в случае вот такого расклада это даже будет работать быстрее. Ну, именно для ордеров на самом деле нет. И представим, добавляем третью ноду. Теперь ситуация такая. Elastic Search такой прикинул, типа, о-о-о, две ноды. И он начал раскидывать данные, как ему показалось, будет оптимальным. То есть он знает, что ему нужно иметь две ремлики. Соответственно, хотя бы один шарп должен быть на двух нодах. Он и расфигачивал один шарп на первую ноду, один на третью. И получается, что данные есть и там, и там. На второй ноде его нет. На второй ноде остался второй. И теперь, если так прикинуть, на каждой ноде уже меньше данных, по которым нужно искать, чтобы получить результат. Соответственно, в этом кейсе это будет происходить быстрее. Потому что результаты поменьше. Здесь так вообще, как бы, продукты на первой и второй ноде он ищет одновременно. То есть, в принципе, клиент, который ищет, он делает запрос на все ноды, получает от них результаты, еще раз сортирует и получает тот кусочек, который ему нужен. Теперь просто, как бы, большой API-тур. Это такая мелочь. Чтобы было приятно для тех, кто тут не знает REST, просто придется на понятие, что это. В Lastic'е можно создавать документы. То есть, все это можно делать и с консоли. Как я говорил, вы можете скачать себе Lasticsearch. Если у вас Mac, то это вообще brew install Lasticsearch. Он его сразу поставит в Lasticsearch, и он его запустит. И дальше делаете ваши запросы, как вам хочется. Делаете curl, export, localhost и добавляете какую-нибудь книжку. У нас сразу появится в базе данных, вы можете ей пользоваться. То есть, апдейт. Апдейт, который тот же, на самом деле, к ней. В действительности. В Lastic'е есть partial апдейт, когда вы можете частично что-то, но в целом, в Lastic'е апдейт это просто еще раз переписать весь документ. И здесь вы говорите просто по этому же ID'шнику, документ там с новыми данными. Удаление. Удивительно, но факт, это просто можно послать и делить запросы. А get, тоже get-запрос, получить документ. Все, как говорится, идеально просто. Поиск. Вот у поиска есть две особенности. Это написание просто запросов через вот параметры. Когда вы можете написать query, elastic search, там есть разные символы, как or, and, все довольно просто. Ну, на самом деле, вот этот кейс очень легок для тех, кто использует разные тоузы для поиска и анализа своих данных. Сколько я знаю, Варюша как раз этим занимается. Да. Но для людей, которые пишут код, им намного легче будет использовать поиск через построение строки. JSON. Передавайте query в виде JSON объект. То есть вы передаете query и говорите, что вам нужно. То есть практически на все нормальные известные языки, плюс-минус популярные, есть в своей библиотеке клиентов, которые позволяют строить такие запросы, но легко и просто. И у вас там не будут руки потеть. Да. А он, который... А у этих данных у него нет? Есть. Он умеет сам это определять. Да. То есть, когда вы ему передаете схему ls-документ, он сам пытается определить. То есть если он видит, что это интеджер, он сделает, что это интеджер. Если видит, что это стринг, это будет стринг. А если потом добавить следующий документ? Вот. Да. Вот это вот уже проблема. То есть я говорил, что лучше все-таки описывать свой тип данных. Потому что Elasticsearch иногда определяет это неправильно. Ну и буквально недавно у нас был такой факап. То есть если вы забываете в bdeploy добавить маппинг, для нового индекса, на Elasticsearch можно какие-нибудь чудные поля типа d1-d2-a3 почему-то подумать, что это date-time. Ну и потом классно завалиться с километровым эксепшеном, что следующий документ просто не вылезает. То есть с этим нужно быть осторожным. Как бы схема ls, но... Но там есть тоже нюансы. Можно сказать, что все ваши property, например, это стринг. И все. То есть тогда он точно не завалится. Дальше вы контролируете уже сами, что вы с ними сделаете. Но лучше, конечно, адекватно подходить, какие у вас есть данные. Так как агрегация потом min-max, например, вы не сможете сделать на стринговые поля. Ну и, в общем-то, да, чисто REST быстренько прошлись. Теперь хотелось бы какой-то use case сказать. Это product search engine. То есть как вообще искать продукты или делать autosuggest. Идеальный кейс — это взять, проиндексировать все ваши продукты и быть счастливым. Что вам еще надо? Продукты проиндексированы, можно сделать поиск, можно взять MySQL, сделать лайк. Но реально это не так просто. Если вы делаете какие-нибудь e-commerce решения, то вы можете понять, что недостаточно просто искать данные. Нужны синонимы, подсказки, фасеты, разная аналитика, custom scoring. Потом вы надеялись, что вам нужно это оптимизировать, потом менять цены. То есть реально проблем, которые у вас будут, их очень много. Лучше, чтобы вы о них узнали еще до того, как вы начали этим заниматься. Ну и просто, как бы, будете думать, что вас нахер поражит. И в чем вас хури уходит. В поводу нейтральности. То есть то, что я уже рассказывал. Не все то, что вам дают и пытаются впарить, впихнуть, оно как бы хорошее. Вообще очень часто бывает так, что если вам даже будет звонить и говорить, купи эту классную регги, это говорит то, что она нифига не классная. И так же самое здесь. То есть факторы, которые могут повлиять на то, что вам показывают, их реально очень много. Например, хотят ли быстрее продать этот продукт? Есть ли он на складе? Есть ли у него какая-то скидка? Прикинули ли, что от этого продукта лучше избавиться? Это как бы все бизнес-факторы, которые влияют на то, что вам показывают. И это очень хорошо свой продукт уже заранее закладывать. То есть власть их все, что вам это позволяет делать через вес. Все, что вы туда складываете, вы можете ему давать вес. То есть хотите какой-нибудь простой пример? Может быть, у вас появился классный клиент, который говорит, давай ты будешь продвигать меня где-нибудь, а я тебе буду за это платить. Ты такой, окей, платим много, буду продвигать, хорошо. То есть ты просто ему вес поставил одним ифом у себя в коде, а заработал кучу денег. Простой пример с Amazon. Я пишу слово Fire. Я не знаю, что я хочу найти, но я написал слово Fire. То есть по адеквату, посмотрев другие сайты, я не могу сказать, что Fire — это первый продукт, который я должен был получить. Это амазоновский какой-то Fire. Еще, не дай бог, Fire Phone. Если бы там что-то другое было, я бы еще понял. То есть Amazon продвигает свои продукты таким образом. Очень просто. Вы написали Fire, вот совпало слово и дал вам этот продукт. Этот же самый Fire на eBay дает уже более, чуть адекватный результат. Fire — Fire Heater, Fire Place. Но если приглядеться… Второй вообще какой-то… Блин. Драматон. Реально, да. Мне, конечно, очень нравятся пластинки, но нет, сбивайся. Но суть в том, что это тоже подкрученные результаты. Первый подкрученный, потому что его очень много продали, а второй подкрученный, потому что он заканчивается. То есть это тоже все настраиваемое. И просто действительно не так заметно. То есть они не так нагреются. Как это система? То есть Elasticsearch сам по себе как бы это просто база данных. Но как сама компания Elasticsearch его продвигает, есть такой ELK Stack. То есть это Elasticsearch, Chikibana и Lackstash. То есть это сразу три технологии, которые позволяют вам собирать данные и делать они на Малитике. Данные вы можете собирать любые. То есть если кто-то знает, что такое Lackstash, вам сейчас будет легче. Если не знаю, чуть сложнее, но да. То есть остальные — это всякие плагины. Если вы знаете Java, вы можете дописать все, что вам хочется. Клиенты есть, там все практически абибатные языки. Есть там пару технологий. Плюс он очень прозрачно интегрируется с Hadoop. То есть у вас в Hadoop лежат очень много данных. Я, честно говоря, не знаю. У нас в Hadoop есть такие компании, которые используют Hadoop. И они очень большого количества данных. Есть? Чем вы занимаетесь? Долги. А как вы решите? Ну, ладно. Почему? Еще предида. Сколько у вас записей? Скажем, клиентов. Речь идет о сотнях миллионов. Ну, это я, наверное, младвийский. Понятно. А аналитики, когда человек что выделает? Ну, например. Ну, просто интересно сам будет. Не знаю тебе, ну ладно. Да, у нас послушность. Ну, ладно. Окей. Интересно, что у нас даже есть так много данных. Окей. Ну, Lasticsearch, он на самом деле прозрачно интегрируется с Hadoop. Многие компании именно ради этого его, в принципе, и используют. То есть тут интеграция настолько прозрачная, что Lasticsearch сам берет эти данные, хранит у себя и дает вам сразу возможность по ним искать, сделать аналитику, собирать данные и видеть сразу как бы результат. То есть плюс еще в грамотном запросе можно даже получить всех должников. Ну вот. Спойлер-алерт. На самом деле просто вот так вот выглядит Kibana. Серьезно. Смотри, вот это один из вариаций какого-то дашборда в Kibane. То есть это все настраивается самим, но надо понимать, что вот это вот все, это данные, которые взяты из Elasticsearch. Эта фигня, это просто интерфейс frontend JavaScript HTML, которым ты можешь аналититься в Elasticsearch. Даже просто аналитики вызывают запросы по REST, и получают данные, строят всякие графички. Можно строить всякие фильтрации, это все. И приблизительно так же это выглядит в Evolution. Если не светлая, может быть темная. Да, да. Светлая, да. Я согласен. Плохо. Я согласен. Окей. Что такое дата? Данные? Вот просто такой вопрос. Больше даже в аудиторию. Кто бы мог сказать, что такое данные? Для вас, например. Суммализованно, потому что это тоже не реальный. Окей. Ну, в принципе. Но на самом деле это довольно близко, смотря, что назвать реальностью, и как это связать. То есть, данные… Какая разница? Ну, данные, данные, конечно. Ну, нет. Просто… Да. Вот их 8. Но данные – это то, что дает какую-то пользу для вашего бизнеса. То есть, в принципе, когда вы играетесь дома с любой системой, вы делаете это для себя, вы можете это не сильно даже оценить, зачем это надо. Но для многих уже не секрет, те, кто выбивают долги уже давно не секрет, что, имея большое количество данных и правильно их использовав, вы можете улучшать свой бизнес и делать, так сказать, прогнозы делать, и выбирать все, что вам необходимо, находить сразу проблемы и попытаться даже среди этих данных найти для себя решение. То есть, если так просто глубоко задуматься, так чисто для себя, как бы Lasticsearch – это одна из таких технологий, которые позволяют вам легче в этохмут. То есть, да, можно сначала не разбираться, можно не знать математики, статистики, но в идеале как бы лучше попытаться этим интересоваться. Будете делать свою компанию, делать свой стартап, пытаться это как-то продвинуть, вам в любом случае нужны будут данные, вы захотите знать, как пользоваться пользователем вашим сайтом. То есть, это все для вас данные. И чем больше данных, и чем раньше вы их начинаете собирать, тем большую пользу они вам принесут в дальнейшем. Может, если вначале это непонятно, потом это будет очень интересно. Ну, можно даже представить тех, которые занимаются Форексом. То есть, если боты играют лучше людей, говорят о том, что они умеют очень хорошо обрабатывать данные. Ну, просто топ-10 трейперов на самом деле боты. Ну, там уже задержка, скорее. Потому что там игра даже не на миллисекунды. Ну, на миллисекунды, на самом деле. Но боты, они просто еще умеют опираться на то, что человек так быстро не умеет на это опираться. Боты умеют. То есть, если посмотреть, очень много просто было факапов в сфере Форекса, то есть, когда, например, на Гугле всплыла новость, какого-то там 2006 года, 2011, и половина ботов сошли с ума просто. Посчитав, что нужно сливать там доллар. Данные иногда играют в какую-то лучшую дуру. Данные бывают разные. То есть, это могут быть в уровне домейного уровня, то есть, например, ваши ордера, продукты, может быть, какие-то социальные медиа-стримы, имейлы. На самом деле, сейчас очень популярно собирать твиты, собирать ваши фейсбук-сообщения. То есть, все, что вы напишете, будет использовано против вас. И причем оно будет использовано для пропихивания какой-нибудь рекламы, пропихивания какой-нибудь продукта. На самом деле, я честно надеюсь, что это так будет использоваться, потому что дико бесит, когда тебя пытаются всунуть какой-то продукт, который тебе вообще не нужен. То есть, ну блин, у вас есть данные, используйте. Да, ну, а основной такой... Да, да, например, что-то купил, а тебе еще три года после этого пытаются это продать. Хорошо, если потом на четвертый год оно у тебя ломается, и тебе реально это понадобилось. Да. Ну вот. Аппликейшн даты — это вот логи и какие-то методы. Логи, по-моему, это очень популярная вообще вещь, потому что ластик сразу в свой ELK-стэк, который делает сразу три вещи — собирает логи, агрегирует, приводит в порядок и складывает. Вот это вот бревно с усами — это лог-стэдж. Да, то есть это такой классный логотип. Ребята постебались. Не знаю. Я в какой-нибудь... Лог-стэдж что он делает? Он собирает не в это логи, он их может собирать, он их может разбирать, он их может улучшать и дальше куда-то отправлять. То есть он разделен на две части — это какой-то агент, клиент, который висит на ваших машинках, которые там что-то делают, и отправляет их к своему главному кабаку, который их собирает, что-то с ними делает и отдает дальше. Зачем вообще собирать и динтуализировать данные? Если у вас не один сервер, например, их много, если у вас не один сайт много, если у вас не одна система много, то вы рано или поздно поймете, что как бы очень классно, когда все это лежит в одном месте, а не надо в путь заходить или еще, чтобы заходить на каждый сервер и пытаться это искать. Многие, даже я так делал, писали кеймшелл скрипты, чтобы поискать своих данных, отдавать эти параметры, но чем больше вы добавляете каких-то систем, тем геморрой это все становится. Также было бы классно как-то, ну, тыкировать это, если бы что-то нашли, чтобы опять, блин, где же я это искал, зачем я это искал, то есть еще раз бы не делать. Например, очень хороший пример — это с датами. То есть без дат очень сложно. Когда они у вас есть, то есть Apache, UnixTime отдельно, log4j — все эти разные системы, они по-своему по-японски эти даты собирают. То есть каждый придумал, как хотел. Когда вы это придумал, как хотел, пытаетесь поискать, сортировать, что-то еще с этим сделать — посидеть. Я тут немножко посидел. Поэтому, когда все эти логи стекаются в одно место, логстэш умеет их сразу причесать, красиво все эти даты привести к одному виду, и что-то с ними сделать. То есть это разделено на три части — это input, filter и out. Out — это elasticsearch, фильтр — это сам logstash, а input — это logstash-демон, который эти данные куда-то шлет. То есть это в самокупности с ластикой позволяет вам сразу легко и просто получать красивую информацию. Все эти данные от logstash попадают в Kibana. Кибану, что я это и говорил, тот же красивый frontend. Бум, опять с ним еще. То есть это один из вариантов, как это выглядит. Есть светлый вариант, как это выглядит. Вот только что попали в дело специально. Здесь тоже есть какие-то данные. Все это в чем-то интересно, сколько эти данные попадают. Например, если Kibana сказать обновляясь каждые пять секунд, то ты будешь сразу видеть. То есть если у вас вдруг всплеск людей, и вы будете от радости скакать, вы можете сразу видеть, а не в Google аналитике через день. Такие, ааа, я порадуюсь. То есть это очень полезно. А еще очень полезно видеть, когда у вас сервак начинает падать. Он начинает захлебываться от вашего радости, что у вас много людей. На самом деле надо уже быстрее бегать и спасать положение. Также он прекрасно работает с геоинформацией. То есть это уже как бы все встроенное. То есть у вас есть координаты. Платон без проблем. Мы сразу вам красиво отрисуем, что произошло, кто там зашел. То есть... Да? А в случае, когда начинает захлебываться, можно автоматически увеличить количество нол там или как-то? Ну, это можно настроить. Я знаю, что это настраивать. Если вы на Амазоне, например, в облаке раскрываете все, то это можно настроить. Ну, если я не в облаке... Если это локально с физическими машинами, они сами себя не спланируют. То есть, ну, можно настроить, например... Даже не знаю, с физическими машинами сложно. Не могу даже представить. Потому что если как бы у вас есть какой-то load balancer, у вас есть запас мощности с виртуальными машинами, то вы теоретически можете поднять себя виртуальными машинами. Да. Ну, если у меня есть структура, то потребуется, чтобы он это делал? Пожалуй, нет. То есть вы настраиваете как бы одну мастер-ноту, вы говорите, что мы мастер, остальные, что это хранение данных. Дальше у вас будет там клиентская новая. То есть, если у вас начинает что-то захлёбываться, вы просто поднимаете больше виртуальных машин, каких-то обычных машин. Да. То есть запускаете код, если используете какой-нибудь папир, чеф, автоматом он всё это с нуля настроил, поднял. Там прописан уже класс, например, IT, который вы везде используете. То есть они сами себя в стенках нашли, и через какое-то время он очень быстро скопирует шарды данных туда, и начнет быстрее работать. А где-то процентов можно? Вот тут есть косян. Это пока первое ограничение, которое они хотят побороть. То есть, чтобы увеличить количество шартов, мы можем переиндексировать индекс. Да, то есть, ну, смотря как вы построите свою систему, мы переиндексируем данные у нас в компании несколько раз в день. То есть, в зависимости от объема данных, это может быть от раз в 3 часа до раз в 6 часов. То есть мы переиндексируем. Поэтому если захотим... Ну, это автоматическая переиндексация. То есть, если мы захотим увеличить количество шартов прямо сейчас, мы зайдем, допустим, в процесс переиндексации, и он начнется как бы идти. Другое дело, что если у вас реально очень много данных, ну, это будет беда. Потому что так быстро он их не переиндексирует, потому что физически вам нужно будет вытащить данные из одного индекса и засунуть в другой. Поэтому эти ограничения, насколько я знаю, они над этим работают, чтобы это решить. Ну, есть еще другие вариации. С картами есть, метрики можете настроить. То есть, это все само настраиваемо. И это зависит от того человека, который как бы ледит внутрь этих данных. То есть, ну, вы, в принципе, должны представлять, что вы хотите найти. То есть, ничего из этого не получится, если вы не знаете, что вы хотите от своих данных. Пластика и гибана, она за вас не знает. То есть, она не может знать, что вы там котиков продаете, или там оружие. Ну, вот. Все. Да. Больше на то, на цену. То есть, задавайте мне вопросы, если вам что-то интересно, как вы можете так его использовать. А вот сначала эти примеры с продуктами. Как на практике? Это больше только основная база данных, или все-таки просто то, где хранить более индексы? Да. Ну, в нашем случае мы используем это как больше индекс. Да. Ну, в том плане, что основные данные мы храним в какой-то транзакционной базе. Да. Секрет MySQL. MySQL мы копируем в властик-серч. Да. Но суть в том, что после того, как бы, когда мы это сделали, мы MySQL в принципе не используем. То есть, у нас все серчи, все происходит через властик-серч. Да. То есть, MySQL нужен просто как такое проходное хранилище данных. То есть, на всякий случай мы имеем данные еще где-то. То есть, мы подготавливаем данные как нам нужно, перед тем, как сохранить властик-серч. Да, то есть MySQL. У нас даже основного нет такого backup-плана. Как бы backup-план есть, если властик-серч упал. Но для нас это продакшн-система, и мы стараемся делать так, чтобы мы падали. А у нас дополнительный объем данных будет? У нас? Да. У нас где-то... Сколько хотите сказать? Сейчас скажу. У нас очень много индексов разных. То есть, у нас есть индексы с одним миллионом данных, с тремя миллионами, с шестью. Ну, можно представить, где-то, я знаю, 15-20 миллионов, если всего собрать. И единственное, что мы храним очень большие документы. То есть, мы по ним делаем и поиски, и автосиджешн будем делать, и сами данные. То есть, и в целом... Думаю, сколько гигабайт. Буквально недавно мы там сделали просто одну оптимизацию, и практически по 800 мегабайт с каждой ноги. Причем оптимизация была очень смущная, но по 800 мегабайт с каждой ноги ушло. Ну да, один из индексов шесть гигов, это тот, у которого всего миллион, да, где-то вот миллион... Нет, миллион... Полтора миллиона где-то шесть гигабайт у нас занимает. Вот. Ну, memory в RAM сколько выгружается, я не скажу, но там не очень много, там, вот такие прям бешеные, может быть, 2 гига. Но у нас как бы нода, одна нода шесть гигов RAM. А он вообще как-то данные связывать умеет? Нет? То есть, у него это документ, то есть, он хранит документы... То есть, если у вас революционная база данных и у него есть революционные данные, то вот с нее экспресса явно не стоит, она вам еще пригодится. Ну, как сказать, то есть, в принципе, все системы, которые работают довольно быстро, они, ну, сейчас уже... То, что и MongoDB, они не революционные, то есть, у них нет особо связи. То есть, ты, получается, конкретно полный документ хранишь, да, то есть, ты делаешь запрос на документ, документы есть там, у тебя фига разных параметров, как его можно найти, ну, или там... Не, я больше о том варианте, когда как бы уже... Система как бы уже есть, то есть, она... Когда Elasticsearch добавляется в существующую систему, которая, ну, в принципе, отлично работает, то есть, ей даже, может, не только даже отлично работает, ей все равно нужна реализационная схема, она без нее как бы не будет работать, но... то есть, можно ли в Elasticsearch эти связки, и это все к MongoDB вручную надо. То есть, если у тебя получается гигантский круг связей там, то... Ну, если кто его читал, по MongoDB, есть там компании, делали какой-то проект... А, по-моему, это... Это такая распределенная сеть социальная, которые инсорсты делали, когда у них возникла проблема с тем, что у них... Диаспора, что ли? Да, диаспора, когда у них возникла проблема, что у них... Они взяли MongoDB, а потом оказалось, что им вообще нужен MoSQL, потому что MongoDB... Ну, они, по сути, написали тот же самый MoSQL на базе MongoDB. Ну, и... То есть, я... Не знаю, как подходить, и как ты собираешься использовать. Когда ты удивляешься, что тебе нужно сделать хороший full-text поиск, например, по своим самым продуктам, данным, причем, ну, поиск со скорингом, то MoSQL тут, конечно... Не-не, я имел... Ну, именно, когда у них есть поисковой движок, просто, что он не умеет выдавать связи. Да, связи, да. Ну, как бы, у тебя как связь? Если у тебя есть какая-то связь, то ее уже зашиваешь в один документ. То есть, если представить, что у тебя есть продукт, да, ну, например, у продукта есть связь, ну, ты в MoSQL здесь продукт, таблица продуктов – таблица вариантов, да, ну, опции этого продукта. Ну, ты типа связываешь, там, через join'ы, да, а в Lasticsearch ты просто возьмешь продукт и в property вложишь все эти варианты. В ответ ты, как бы, если тебе не нужны, ну, не больше никаких документов, ты вернешь, что тебе нужно. И, получается, что, когда тебе нужны эти варианты, ты прочь Lasticsearch и с ними все свои. В идеале ты можешь, типа, сделать псевдосвязь. То, как ты будешь возвращать даты. Пока тебе их не нужно обновлять. Да, ну… И много… Мы их обновляем. У нас, как бы, вот один из магазинов, который мы делаем, это, ну, типа, hot deals, то есть у нас резервации, у нас hot update – это все происходит на Lasticsearch. У нас Lasticsearch – это, ну, как бы, main-база. MySQL используется, как такой проходной, как бы, круг. То есть мы получаем данные, мы их сохраняем в MySQL и сразу же, как бы, фигачим новый индекс Lasticsearch. И индекс – это все томатные операции. Индексы Lasticsearch переключаются томатно. То есть люди этого даже не замечают, что произошло. То есть при правильном построении системы, как бы, данные… В момент пересоздания индекса данные догоняются, и, как бы, ничего не видно, никаких, там, личин, все-все-все зашибись. И Lasticsearch хорошо отреагирует. Единственное, что, ну, как бы, напрямую мы не пишем, например, мы пишем через Reddit. У нас есть RabbitMQ, у него есть консюмеры, мы кидываем данные в него, Rabbit это подсасывает и дальше обновляет Lasticsearch, потому что все-таки апдейты Lasticsearch иногда дольше, чем хотелось бы, когда у тебя много Lasticsearch. В Lasticsearch есть такой механизм, как транзакции? Там, скажем так, классических транзакций, как в MySQL, Word, Postgres там нет. Но вот то, что я там вначале говорил, он умеет исправлять, ну, как бы, он умеет замечать, что версия документа изменилась. То есть если два процесса одновременно начали редактировать с этим документом, тот, кто первый это сделал, тот и победил. Второй, как бы, ну, получит сообщение, что документ изменился. То есть он не сможет там сломать документ. Но вот так транзакции, что, типа, сделать десять операций, да, то есть и потом их закоммитит и там кронит. Ну, тогда я точно знаю, если... Да. Получишь exception, да. Получишь exception, что... Ну, документ version changed, все. Как-то так называется. А рула-то можно поменять, чтобы второй, последний? Ну, это не оптимистик конкурент все такое. Да, это оптимистик. Ну, то есть там оптимистик... Ты начали поменять, не знаю. То есть ты не знаешь, зачем это надо будет. Это просто отключаешь какую-то проверку, и получается у вас стоит. Это как бы не база данных. Поисковая тема. Ну, если ты используешь его для серча, то тебе как бы не надо вообще это. То есть ты не будешь обновлять документы. То есть ты, наверное, записал и все. Когда ты начинаешь обновлять документы, тогда уже нужно это контролировать. Просто будет фигово, если ты первым апдейтом ты как бы, ну, добавляешь десять полей, второй параллельный процесс об этом не знает, он достал этот же документ, там нету десяти полей, попытался их сохранить и все. Попытаться найти, типа, вот и факт, что случилось, у вас будут реальные проблемы. А перестроение индекса — это загрузка из маленького роста властик-серчинг? То есть он тупо для каждого документа add-in? Да. Единственное, что он не делает для каждого документа, например, он делает патч. Другая операция, просто собираем строку данных и зафигачили властик-серчинг. Ну, в принципе, относительно быстро происходит. Можно сделать такую штуку, если у нас есть десять индексов, а мы хотим, чтобы у нас есть вновь новый фильтр, то мы не хотим продублировать все эти индексы с новым фильтром. а потом созданы все те же самые индексы, но только для этих. То есть это перед загрузкой вы имеете в виду? Что в нашем понимании фильтр? Фильтр — это то, что я, например, ищу, правильно? То, что вы написали на экране, там часть фильтра, предположим, будет всегда забита в дефолт, по ним нужны индексы, а часть фильтра будет приняться. Это квэри. То есть как бы властик делится на две части. У него есть квэри, запрос, есть еще к нему фильтр. То есть квэри он ограничивает в принципе данные, какие вам нужны. Вот вы можете там ограничить данные, не знаю, подателем для этого, в последние неделю. И потом фильтровать это. Он не создает новые индексы ничего, он эти данные просто фильтрует. Чтобы создать новый индекс, в принципе это просто программная работа. Вы можете также достать, отфильтрованные данные, и создать новый индекс, как вам хочется. И Ластик еще поддерживает штуку, как я тоже говорил, чуть-чуть. Вы можете создавать много индексов. Например, индекс по месяцам. Иметь aliases, например, последних два месяца. Делать сердши на последних два месяца, И Lasting сам будет делать запрос на два индекса. Вы можете сделать aliased последний год. Чтобы не делать запрос на каждый индекс, вы можете делать запрос на last year. Но потом программный, конечно, его нужно будет сдвигать. Но это операция автоматная, то есть это очень быстро и просто происходит. Сделаем, чтобы все остальные вопросы прямо к Руслану. Просто нам пора заканчивать. Мы покажем остальные настройки. Спасибо тебе.